Доброе утро, дорогие телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. И сегодняшняя тема будет такая, знаете, техническая, я бы сказала. Почему техническая? Потому что очень многие, ну я же бываю в магазинах, да, и очень многие покупатели, наши телезрители и подписчики, они стоят перед витринами и смотрят на них, как вот на новые ворота. Что ищете, спрашиваю, что ищете? А витрина-то такая вот, на которой лежат всевозможные приспособления для того, чтобы как-то там отделить один сорт от другого, чем пристегнуть томаты, чем удержать пленку на дугах. Ну и все говорят, вот тут всего так много, а что из этого выбрать-то? Что из него работает? Что все купить и попробовать? Я говорю, вам повезло, потому что, ну вот, наше поколение, нам пришлось покупать все и пробовать. Так вот, давайте про это поговорим. Вот этот контейнер, где перчики и баклажаны уже, слава богу, зашли и как-то уже пытаются выбросить настоящие листья, здесь, естественно, было посеяно рядами, каждого растения там по 5, максимум по 10 штук. И, конечно, их надо как-то пометить, потому что, как бы вы ни запоминали, у нас вот тут уже ничего нету. И нам надо поставить маячки. Вот они, маячки были разрезаны, их же упаковки, да, и на них написано. Но обратите внимание, даже вот такие картонно-глянцевые упаковки, они очень быстро размокли от воды, которая в почве находится, естественно, и пришли в негодность. Прошло бы еще пару недель, и все это бы замокло так же, и мы бы никогда не узнали, что и где посеяно. И скоро, конечно, мы будем сеять уже томаты высокорослые, индетерминантные для теплицы, не имеющие ограничения в росте, и нам как-то надо в ящичках все это в контейнерах подписать, запоминать бесполезно. Можно писать на горшках, можно писать... Но вы понимаете, у меня уже все горшки исписаны, поэтому я все-таки пришла вот к этим маячкам. Ну, пишем, например, да, юбилейный Тарасенко. Этого достаточно. Все информативно, все понятно. Посмотрите, это все можно смыть и снова использовать эти маячки. Маячки можно оставлять и там, где вы сеете что-то прямо в клумбу, прямым посевом, и всегда они помогают. Вот они, видите, прекрасно работают. Убрала все бумажки, и на каждом маячке понятно, кто... Можете подписывать даже число и время на обратной стороне, потому что это очень полезно будет понимать, что же из него выросло. И собрав все маячки, помыв их от земли, вы увидите, ага, юбилейный Тарасенко посеяла 14-15 февраля. Вы увидите, какой будет урожай. И вы можете, да, эту палочку оставить, сказать, что все, вот да, вот в этот знак, вот в это время. Я буду сеять снова. Но я хочу идти дальше. Это правда замечательно. Значит, вот у меня на столе такие петли. Правильное название вот этих пластиковых штучек называется стебледержатели. Вот опора. Вот, да, вот стебель, например, томата. Ну и пристегните их. Здесь очень простая система. Показываю. Видите, на одной стороне елочка вот такая, а на другой стороне два отверстия. Просто вводите, вот так боком разворачиваете и вводите. И разворачиваете уже поперек. Все пристегнуто навсегда. Снять их очень легко, и они снова на следующий год поработают на вашем огороде. Если вам не хватает объема длины вот этого стебледержателя, и у вас вот здесь стоит томат, а вот здесь стоит опора, да, или там веревочка, как вы там крепите проволока, возьмите два, соедините их. Да, вот развернул, все, они соединены. В два раза больше получилось. Все, закрепили. Мало двух, возьмите третий, возьмите четвертый, пятый. И они все прекрасно держатся. Причем они, знаете, есть хорошее качество очень. Они даже по цвету не выгорают, синими не становятся, они так зелеными остаются. Вот эти стебледержатели работают у меня уже пять лет. Такие маячки работают всю оставшуюся жизнь. Иногда их надо просто помыть. Ну, это самое простое, элементарное, которым мы пользуемся. Не забудьте, что вам для удобства вообще работы на огороде понадобятся опоры для томатов, да. У меня есть опоры для огурцов. Я не очень люблю веревочки. Их потом приходится просто оставлять на всех этих плодовых овощных растениях и сжигать, как правило. Или выпутывать сидеть. Поэтому предпочту все-таки вот такие стебледержатели и использую их неоднократно, не морочу себе голову. Ну, на этом я закончу. А то я точно вам все мозги вынесла уже со своими прибамбасами, да. Всего доброго вам и до свидания.